Ставки утилизационного сбора на автомобили и сельхозтехнику существенно уменьшат. Но вот насколько существенно, сообщить президенту премьер Смаилов не смог. И тут же получил следующее поручение. Не открывать казахстанский рынок для иностранного автохлама. Сразу отмечу, утиль сбор будет пересмотрен. Но нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома. И открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама. Утилизационный или регистрационный сбор – это не самоцель. Главное – повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей. Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Прекратить взымать утиль сбора и передать функции частной компании оператора РОП государству Тукаев поручил ровно месяц назад. За этот период в организации произошли серьезные перемены. В том числе арест руководителя и самоубийство одного из топ-менеджеров. При этом средства, оставшиеся на счетах оператора РОП, а это 220 миллиардов тенге, в Мининдустрии ранее планировали использовать для льготного автокредитования. Однако сегодня в правительстве заявили, что на программу выделят вдвое меньше – 100 миллиардов. На эти деньги можно будет приобрести автоэконом-класс отечественной сборки. Сам автопром, а точнее локализацию казахстанского производства Касымжимар Тукаев поручил проверить. В социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятная. Во всяком случае, надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого следует принять меры. Субтитры создавал DimaTorzok